Женщина сама вот такая, чувствует себя, что я такая беспомощная, бессвященная, что я могу сделать? Ей так кажется тоже. На самом деле, знаете, что женщина любая является представительницей супруги Господа. Представьте, вы приходите в какое-то место такое, и там написано «Посольство от Бога, от супруги Господа». И там в этом посольстве написано «богатство», «власть», «успешное отношение с людьми» и так далее. И перед каждым как бы окошечком сидит такая женщина такая, робкая такая, несчастная. И ты ей говоришь, ну давай, богатство подходишь. Она говорит, я вам ничем не могу помочь. Она че тогда села сюда? Она такая, ну потому что я женщина. Ну пусть сядет, которая может помочь. И тут из нее исходит такое, она уже начинает обижаться и говорит, у тебя вообще никогда не будет богатства, если так будешь себя вести с женщинами. И он думал, вот дура. Но потом оказывается, что так оно и есть. Потому что он с этим посольством неправильно себя повел. С другой стороны, он подходит и начинает говорить, ой, какая вы хороший такой человек. Я не знаю, зачем вы сюда сели, как это с богатством связано. Но как бы, ну вот я вижу, что вы такой вот человек добрый по природе. Она говорит, да, спасибо вам за добрые слова. Я так благодарна. Желаю вам богатства. И потом он выходит, смотрит, на нее деньги повалились. И че все думают, вот это да. Я вам рассказываю реальную жизнь. Это все не игрушки, понимаете. Женщина выглядит внешне такая, как бы, беззащитная. Это представительница супруги Бога. И поэтому из женщины, естественно, исходят три силы. Она сама, кстати, не может их продуцировать, эти силы. Они исходят из нее, если человек удовлетворит в отношениях с своей женой, супругу Бога. И тогда он получает особое благословение от нее, от супруги Бога. Итак, что это за три варианта его жизни при трех вариантах отношений с женой? Первый вариант. Мужчина заботится о жене, все делает для нее, как надо. И тогда супруга Господа превращается в удачу. Она все делает для него, как надо. И он счастлив, он успешный человек, у него все в жизни получается. Второй вариант. Мужчина старается угодить жене, но не всегда получается. И она приходит к нему в виде супруги правителя Вселенной, которую зовут Знанием. И она начинает его обучать. То есть она ему дает советы, по-доброму или не очень. И он получает знания в общении с такой женщиной. И потом удачу. И третий вариант. Если он делает крутой вид перед своей женой, в пальце Бейрон, мучает ее, издевается над ней, то она сначала терпит, она не хочет такого исхода. Она терпит сначала жену. Но не хочет, чтобы так вот было. Так же бывает, правда? Но пока, когда она уже не вытерпела, то из нее исходит еще одна женщина, которая является разрушительницей этого мира. И эта женщина, никто и ничто не может ей сопротивляться. И если она пришла через жену, то у этого человека в жизни все будет разрушено. Хотя жена этого не хотела. Просто она на него разгнидывалась и все. Поэтому очень важно понять мужчине, что если жену взяла себе, то веди себя с ней хорошо. Тебе же лучше будет. Женщины не должны этим пользоваться. Потому что есть еще другое начало, мужское начало божественное. И это божественное мужское начало, что предлагает женщине? Оно предлагает женщине вот что. Оно ей говорит. Ты, говорит, можешь наслаждаться этим миром, этой жизнью, можешь иметь детей, любить всех, можешь не работать. Можешь испытать все виды счастья в этом мире. Есть только одна цена, которую ты должна заплатить. Эта цена называется уважение к мужу как к старшему. И сильное желание слушать его советы, делать так, как он говорит. А если он говорит глупости, то, по крайней мере, делать вид, что ты этого не заметил. Понимаете? И второе, нужно быть верной этому человеку. Даже в мыслях не допускать каких-то других вариантов. И всегда стараться ему служить. И когда женщина так себя ведёт, то через него действует мужское начало, божественное, которое женщине даёт всё, что ей нужно в жизни. Спокойную жизнь, счастье, удовлетворение и так далее. Цена вот такая у женщины. Но если вы эту цену не сдали, тогда придёт самим работать, быть одной. И т.д. Поэтому, мои хорошие, даже если вы любите всех людей, служите всем, но вы мужа бросили, вам надо сначала в этом раскаяться. Иначе вы себе никого не получите. Ваше чувство, собственно, достоинства не будет стоять в правильной позиции, потому что Богу это не нравится. Одна женщина очень сильно вот так вот тянула руку, вот так вот. Обычно таких не спрашивали. И тут решила спросить. И она мне сказала, Олег Геннадьевич, почему я не могу выйти замуж? Категорично очень. Я говорю, потому что Бог вами недоволен. Это музыкальная пауза была. Итак, Она говорит, а чего вы мной недоволен-то? Я говорю, вы мужика свою бросили? Она говорит, ну бросила. Я говорю, ну вот он и недоволен. Ну сколько можно быть недовольным? Я уже три года назад бросил. Я говорю, ну вот смотрите. Вот как бы у Бога мужиков много. Но они все ему дороги. Вот он вам следующего даст, и вы опять его бросите. Она говорит, почему брошу? Ну потому что вы этого одного бросили, вам доверия уже нет. У вас, говорю, репутация испорчена. Я говорю, а что делать? Я говорю, раскаиваться. Надо сначала понять, что следующий будет такой же примерно. Мужики все одинаковые. Поэтому, если ты хочешь замуж, научись не бросать. Потому что женщина, она же как воспринимает мир? Она думает, Господи, какая, как я всех люблю, какая гармоничная, какая нежная, ласковая, добрая. В отличие от него. Потому что мужчины же не такие, как женщины. Они не такие ласковые, нежные, не такие добрые. По природе просто. Зато они могут дать защиту. Одна женщина говорит, Олег Геннадьевич, ну не могу я больше с этим как бы жить. Можно я буду одна жить? Я говорю, нельзя. Она говорит, почему? Я говорю, потому что вы не будете чувствовать себя гармонично одна. Она говорит, ну с этим человеком невозможно, он такой деструктивный, понимаете, по природе. Я говорю, все мужики деструктивные по природе. Я тоже. Она говорит, ну я вот одна буду, мне будет хорошо, я отдохну от него. Он меня утомляет сильно, Олег Геннадьевич. Я уже устала от него. Я говорю, вы, конечно, отдохнете сначала от него, а потом почувствуете себя очень суетливо, беспокойно и одиноко. Она говорит, Олег Геннадьевич, я не могу это прочувствовать. Объясните, как там в ней на примере. Я говорю, ну пример такой. Вот смотрите, допустим, вы заходите в курятник. И там курица такие бегают. Бегают. И всего заходит один петух. Заходят, и все курочки такие. Все. Она говорит, теперь поняла. То есть мне спокойнее будет с ним, а без него беспокойнее. Говорю, да, вот именно, поэтому свой петуха не бросайте. Вы согласны, да, с этим женщинам, спокойнее с петухом свой? Он деструктивный как бы, но без него беспокойно как-то жить. Особенно те, кто одна осталась, она поняла, о чём я говорю, если одна осталась, поняла. Итак, видите, если я выполняю замысел Бога в этом мире, то есть я делаю так, как Господь хочет, то тогда моё чувство собственного достоинства сначала подсказывает мне, в сердце мне подсказка приходит – молодец, всё правильно делаешь. и приходит ощущение, что в этом вопросе у меня не будет проблем. Вот, допустим, если вы чувствуете, что вы не можете выйти замуж, и у вас в этом вопросе проблема какая-то, это значит, что вы делаете что-то неправильно. Понимаете? Понимаете, если вы будете делать то, что вам требуется делать в жизни, эта тема в сердце будет закрыта. Вы не будете чувствовать здесь ущербности, понимаете? Вы не будете чувствовать, что вы как бы не дотягиваете до этого вопроса. У вас не будет такой проблемы, понимаете? – это чувство, собственно, достоинства является, как вы знаете, есть… на берегах стоят такие прожектора, которые судам путь показывают, как это называется? – Маятник, да. – Маяк, да. – Маяк, да. – Маяк, да. – Вот. – Литовцы не подсказывают русский статус. – Маяк. – И вот чувство, собственно, достоинства является маяком к удаче. – То есть он показывает, будет удача в жизни или нет. – И буквально, в смысле слова, это очень просто понять. – Вот, допустим, возьмите любую сферу вашей жизни. Просто вспомните её, настройтесь на неё. Если там у вас есть беспокойство и чувство слабости, неудовлетворения, неудачи, это значит, что вы просто не делаете то, что нужно. Вы не совершаете ту аскезу в жизни, которая бы вас привела к спокойствию и удаче. Всё. А какая-то аскеза, надо просто понять это, изучить, и всё решится. Ну, допустим, если вы чувствуете, что у вас постоянно денег не хватает, не хватает что-то вот как-то, не хватает денег, значит, вам надо начать кому-то помогать деньгами. Вот эта аскеза, она убирает нехватку денег. В тот момент, когда вы перестанете думать о том, что деньги должны мне постоянно идти, начнёте их отдавать, в этот момент у вас в сердце появится чувство, что у вас с деньгами всё будет хорошо. Но пока вы думаете, мне денег не хватает, мне денег не хватает, их будет не хватать всё больше и больше. Потому что из вас будет такая сила исходить, неудовлетворённость. Вот смотрите, допустим, если вы видите на улице нищий, который сидит, просит деньги постоянно. Дайте деньги, дайте деньги. Понаблюдайте за его чувством собственного достоинства. Он очень ущемлён в отношениях с деньгами. Эта ущемлённость убирается с помощью пожертвований. Ты жертвуешь людям деньги, и у тебя в сердце такое чувство появляется, а у меня всё хватает, у меня всё нормально. И с этого момента у тебя начинает всё хватать. Понимаете, я вам просто рассказываю, как работает чувство собственного достоинства на удачу. И если вы жертвуете, деньги даёте, жертвуете на добрые дела. На добрые дела именно надо жертвовать. И у вас всё равно чувство, что у вас не хватает денег, проблемы с деньгами. И это чувство, оно реально, потому что есть ипотека, которую вы не выплатили там, или вы должны большую сумму. И это чувство вас гложет. Вы продолжаете жертвовать на добрые дела. Небольшие суммы, а именно там, где надо. Допустим, кто-то нуждается в еде, кто-то нуждается ещё в чём-то. А вы помогаете, помогаете, помогаете. И в какой-то момент вы должны эту сумму, должны. А у вас в сердце раз, и появляется чувство, что всё нормально, не надо беспокоиться по поводу этих денег. И поверьте мне, в этот же самый момент у того, кому вы должны, возникнет такое же чувство. Ну, то есть, другими словами, он успокоится и будет знать, что вы точно отдадите ему деньги, всё, не надо беспокоиться. И тогда вы сможете спокойно отдавать столько, сколько вам надо. И никто вас не будет дёргать. Понимаете, да, о чём я говорю? Хорошо. Тогда вот ваши вопросы им не по вашей жизни, а именно по этой теме. Может быть, вам что-то непонятно из того, что я сказал. Мы с вами говорим о чувстве собственного достоинства и судьбе человека. Мы с вами разобрали сегодня достоинства, благости, страсти, невежести. Мы разобрали тему благочестия и достоинства. Мы с вами по графику немножко отстаём. Я сегодня только закончил педуликс. Но ничего, как бы у нас есть ещё впереди. Один день я постараюсь дальше всё разобрать. Ну, достоинства и совесть мы постоянно говорим, достоинства и судьба тоже, чувство собственного достоинства и достижения успеха. Тоже мы всё это разбираем. Итак, ваши вопросы. Да? Микрофончик. Спасибо. Вам спасибо, что пришли. Муж два года уже не работает. И, как Вы говорили, когда за коллекцией расстанавливается, когда он... Ещё раз, когда? Два года. Как Вы говорили, я просто не расслышал. Мужчина расстанавливается, как подросток. Очень тяжело. Опять, чтобы он поехал. И... Начал работать, его тяжело начать, да? Он не работает. Он лежит и даже, как сказать... И... 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 Ну, не спокойно... Вы сами работаете, да? Вы зарабатываете? Да, Вы зарабатываете? Я очень... Я всю жизнь была... Такого... А откуда деньги-то берутся? Ну, как сказать... Мы живем, давай, покушаем, потом... Такой маленький бизнес сделал. И... И... Сейчас опять... Вот, смотрите, если бы Вы приняли его как Личность, вот приняли судьбу просто, вот этот человек, приняли его, да? То, когда бы Вы его приняли, Вы бы его увидели. И что бы Вы увидели? Вы бы увидели, что этот человек, когда начинает работать, он ведёт очень неправильный образ жизни. Он просто упахивается, он весь утомляется. И в результате постепенно увеличивается истощение, которое приводит его к тому, что если он дальше будет работать, то он просто получит инсульт. В результате его психика, она автоматически выключается из деятельности, и он начинает просто, ну, лежать там... Ну, отходит от этого состояния. То есть, какой выход? Первое, надо принять Вашего мужа таким, какой он есть, принять его. После принятия, когда Вы его примете, Ваша доброта начнёт его менять. И сейчас что, ну, реально, что нужно сделать, чтобы он ожил? Сначала нужно его принять, относиться к нему с добротой. А потом с помощью этой доброты надо его вытаскивать сначала гулять на улицу за ручку. Хочу с тобой погулять по парку. Вот, потом дальше двигаться больше и больше, и постепенно приводить его к здоровому образу жизни. В тот момент, когда он начнёт, там, плавание очень хорошо подходит, в тот момент, когда он начнёт плавать, начнёт играть не в шахматы, а в теннис. То есть, ему нужны спортивные игры какие-то ему, потому что у него такая природа. У Вас, да, я думаю, очень хорошо выводит это же. Это и результат его работы. То есть, если грыжа, надо садиться вот так вот на ножки, ноги вытягивать и нагибаться вперёд, и вот в таком положении долго сидеть. Нет, вперёд, вот так вот садиться прямо. Вот, ноги вперёд вытянул и нагибаться. И вот так долго сидеть. И это положение вылечивает грыжу. Статические упражнения такие. Понимаете, я просто Вам говорю о том сейчас, что Вы не видите своего мужа. Вы недовольны просто им. И Ваше недовольство его протянает больше и больше, фактически его разрушает. Он очень недовольный протянул себя как мужчине, как муж. Ну, потому что Вы недовольны, и он злится за это. Вы его примите, что он просто переработал, устал. Он неуравновешенный человек, не сбалансированный, не может жить правильно. Но это стадии развития мужчины. У мужчины есть три стадии развития. Первая стадия, ну, по-русски сказать, ватрушка. Знаете, что это ватрушка? Такая булочка в центре, что-нибудь такое. То есть это первая стадия развития мужчины означает «никакой». Ну, то есть вторая стадия развития мужчины. На этой стадии он вообще не работает и работать не хочет. Вот вторая стадия развития мужчины называется «работоголик». Ну, то есть он работать хочет, любит, но потом на износ и в тряпку как бы, и в дрызг. Понимаете? Некоторые спиваться начинают, срываются. Некоторые вышибают их, они там лежат на диване. Ну, то есть это вторая. И третья стадия развития мужчины называется «нормальный мужик». Но все женщины хотят нормального мужика. Ну, надо пройти три стадии. Вы на второй. Чтобы дойти до нормального мужика, надо его принять, каким он есть. И когда вы примите его, через вас пойдет доброта, развивающая его как личность. И когда эта доброта пойдет, он начнет вдохновляться. Сначала гулять, потом двигаться, потом йогу делать. И так он очень быстро за два-три месяца восстановит свою здоровье и пойдет работать потом. Потому что, понимаете, если он лежит и не работает играть в шахматы, это самый лучший вариант. Потому что он бы мог пить, употреблять наркотики, гулять по бабам. Есть разные варианты, как мужчины расслабляются. Это самый безобидный вариант. Лежит на диване и играет в шахматы. И немножечко, чуть-чуть упевает по вечерам. Примите свою судьбу, молитесь к Богу, успокойтесь, поймите глубину причины. Я вам рассказал, потому что я принял вашего мужа. Я по-доброму к нему отношусь и увидел глубину причины, а вы ее не можете увидеть. Вот, он просто истощен. И если вы ему дадите свою доброту, он воскреснет, воспрянет и пойдет жить дальше. Все. Видите, в чем заключается ее аскеза? В принятии мужчины. Принятие приводит к пониманию. Понимание приводит к помощи. Помощь приводит к победе. Аскеза в чем? Принять мужичка. Сил не хватает, да? Нужна молитва. Бог дает силу. И бери. Бери? Да. Все, уже хорошо. Бег что дает? Он дает волю. Ну, то есть вы, допустим, хотите его принять, нужно силы воли для этого. Ходите, уже воли больше, силы больше. Во время ходьбы надо думать о том, чтобы принять своего мужа. И вы примите его. То есть во время ходьбы будет вырабатываться ваша сила воли. Вы будете ее увеличивать. Вперед. Все. Вот хорошо, хорошо. Видите, вопрос по теме. Очень практичный ваш вопрос. Спасибо за возможность спросить. Ну, а что где-то здесь муж ушел? И в прошлом очень долго лучше. Мне кажется, они красивыми. Вот в этом вся проблема. Муж. 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 Понимаете, всегда люди уходят, потому что завершается то, что они хотели получить. Вот смотрите, если человек живет для того, чтобы красивая жизнь была, то муж идет дальше красивой жизни. Потому что поймите такую вещь, что все люди, которые живут просто для семьи, для хорошей жизни, для работы, для детей, эти все семьи разваливаются. Потому что единственная причина, по которой семья может сохраниться, это жить для Бога. И это именно причина. Чувство собственного достоинства направляет на совесть человека. И его любовь близкому человеку становится не красивой, а глубокой. А он вот именно ушел продолжать красивую жизнь. Вы жили с ним неправильно, и поэтому он ушел. Хоть и долго. Почему долго? Потому что вы хороший человек, и он хороший человек. Хорошие люди могут достаточно долго друг с другом жить. Но не всегда. Потому что цель жизни важнее, чем быть хорошим. Надо понять, зачем нужна семья. Она нужна для того, чтобы культивировать духовные ценности в ней. А не просто жить вместе. У меня. У меня это как бы ясно было. И я все время в этом другая росла. Но... Ну вот поэтому и прожили долго. ...не нашла отзывы. А... А теперь вот неясно, как найти свою миссию. Потому что мне сказали, что семья, это такая миссия. Что они растут через меня. Ну так и есть. Все правильно. Все правильно. Так и есть. Так и есть. Так и есть. Но он уже нашел себе кого-то? Да. Я не знаю. Ваша миссия не поменялась. Она та же самая. Ваша миссия — это искать Бога. Именно для этого живет человек на этой земле. И когда вы эту миссию выполните в своем сердце, Бог вам даст возможность любить человека. Близкого человека. Вашего мужа. Как это будет? Видите сами. Но сейчас вы должны сдать экзамен. Потому что цель вашей жизни — не найти мужа и не жить для него. Цель вашей жизни — на капельку узнать побольше о Боге. И так как вы к этому недостаточно стремились, поэтому ваша семья и развалилась. Нет другой причины. В тот момент, когда вы оторветесь от мужиков в своем сердце и направите свое сердце на Бога, ваше сердце наполнится любовью. И в тот момент, когда оно наполнится любовью, вы встретите свою любовь. Услышали меня? Запомните, я с вами сейчас не шутил. Я вам рассказываю про вашу судьбу. Вы просто верите не в то, что надо верить. Поэтому одна. Есть только одна причина. Потому что вы достойны быть замужем. Есть только одна причина, почему вы одна. Вы теряете связь свою жизнь. Вы не погружаетесь в отношения с тем, ради которого эта жизнь нужна. Сейчас проследим кое-что. Микрофончик у вас? Да? Скажите мне, вот сейчас я с вами поговорил, если у вас облегчение в сердце возникло, посмотрите в сердце свое. Или нет? Нет. А что возникло? Беспокойство. Беспокойство возникло? Это значит, что я вам сказал что-то не то. Потому что если бы я вам сказал то, что надо, в вашем сердце бы возникло облегчение. И вы бы поняли. Все. Я теперь знаю, что мне делать. Но если бы этого не возникло, тогда... Я согласна с тем, что вы сказали, потому что я сама это не могу. Но это не мог, не знаю как. Значит, а возникло у вас облегчение в сердце или нет? Нет. У меня так нет. Я про нее сказал. Вам надо научиться слушать свое сердце. Потому что я вас не зря об этом спросил. Потому что я увидел отклик из вашего сердца. А вы не увидели. Ну, все. Поменяется. Будущее. А у меня ведь еще не возникло. Ладно, мои хорошие. У нас уже должна лекция закончиться уже. Поэтому все торопятся домой. Сегодня выходной. Поэтому все сели прямо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я сегодня, перед тем, как пойти к вам, я включил голос своего наставника и начал повторять молитву, очень сильно слушая его настроение. И в это время я всё больше и больше начал чувствовать, что я смогу прочитать лекцию так, как надо. Потому что до этого я чувствовал, что мне что-то не хватает. Я просто начал слушать голос своего наставника, его молитвы и погрузился в его настроение. И в тот момент, когда я соединился с его настроением, насколько я могу, в этот момент я почувствовал, что с лекцией у меня будет всё нормально. Точно так же сделайте вы сейчас. Мы сейчас будем повторять «Я желаю всем счастья». То есть это не молитва, это просто тренировка, как настрой. Это тоже непростая фраза. Она сильно помогает жизни. На санскрите это звучит примерно так. «Сарвей баванту сухи инага» означает «Я желаю всем счастья». «Сарвей шанту нирамая» «Я желаю всем мира на этой земле». «Сарвей бадрани пашянту» Пускай у всех сбудется всё, что они хотят. Накашчат, дух, кабак, бавет. Пускай никто не страдает. Спасибо.